Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 816. События дня. Псалом 33.19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. За 9 марта 2018 года. Притча 22.10. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Никакого мира с ним не может быть, с кощунником-то. Догибай его, чтобы рогами в землю. И прогони его, и замети. Выписать его там надо. Как угодно. Прогони его, он кощунствует над верой, над всем. Ничего не сделаешь. И удалится раздор. А тут начинает уже полное брожение. Тот не я за это, тот этой. Вокруг колготятся. Да он знал, о чем говорил Соломон-то. Он брату-то сводному-то, по-другой-то, говорил. Пришел он к матери походотайствовать. Ну, она за него походотайствовала. За него, к матери Соломоновой. Ну, сказал, говорит, если только узнаю, где-то ты в каком-то заговоре. Замечу только чуть-чуть. Башку отрублю. Он пришел просить Ависагу, красавица, которая была грелкой у Давида, отца их. Он сразу сказал, все, убейте его. Это он ее через нее теперь решил до меня добраться. И все. Вместе с Ависагой туда и столкнул. Ну, дальше. Иисус Новин 11.20 Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израилья. Для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования. Но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот у русских же было такое везде. Это русская наработка. Бей жидов, спасай Россию. Спасли ее. Еще Милюков говорил, что если только будет революция, вот эти все оседы, с каком месте им быть, не принимать в университеты, если не примут православие. Они все в революции потянутся. Ну и что? Ничего. Ничего истреблены были. Все. Исарское семейство. Это еврейская революция-то была-то. Но вы-то зачем это делали? Травили их. Почему не благословляли? Да вот там в Одессе евреев убивали. Да царь-то он полномочный был, император. Сидержи. Сидержитель российский. Он сразу бы сдал приказ, если кто только тронет, хоть еврея, будет висеть на веревке болтаться. Все кончилось бы. Третья ездра, 1 глава, 30 стих. Я собрал вас, как курица птенцов своих, под крылья свои. Что на ней сделаю вам? Отверну вас от лица моего. Вот никак. Поворот-то какой. Начинается, вот если я скрою последние слова. Отверну вас от лица моего. Ну как? Ну вот, а Бог народ свой любит. Собрал. Везде, говорится, как птица. А слово курица встречается один раз во всей Библии. Не канонической книге. Под крылья свои курица собирает. Заботится она. Что на ней сделаю вам? Что я сделаю, как оман? А кому царь хочет оказать честь такую? Ну, конечно, мне. И все. На царского мула посадить, везти. Вот ты сделай это теперь Мардахею. Все. Пошло к ним. Здесь будут. Отверну вас от лица моего. Вот вам пилюли. От еврейского народа он говорит. Николай Скалиленко, Австралия. Игнать Тихонович, выслал на ваше имя микрофон для Сергея Пупкова. Его очень плохо слышно на занятиях. Как получите, передайте, пожалуйста, Сергею. О. С православными или с другими иными нечистотами, блевотиной, бесконечно лживой, я никогда не уживусь. Вы слышали? Никогда. Слава Иисусу Христу. Какие манифесты? Екатерина вот это пишет. Екатерина Г. Мир всем. Христос посреди нас. Дорогой Игнать Тихонович. Дорогой. Сегодня выезжаю с двумя сестрами в город Москву. Они хотят принять крещение полным погружением. А как все будет, пока не знаем. Да будет на это воля Божия. Просим ваших молитв. Да будет все к славе Христа. Помню, люблю, обнимаю. Г. Екатерина. Вот представь, какие письма пишут. Да хоть что-то, не знают еще. На Москву не могут найти, где покрыть систему. Почему? Если моченый, не будет поп. Как будто бы печать Антихриста стоит какая-то. Мы до конца еще не знаем, что они наделали вот этим краплением. Не раздевают ничего, кисточкой покрапили. Дальше все крещено никогда. Но это покрушение полным. Но этих нельзя. То есть они их всех пометили своей меткой, как защипировали. Уже не допускают до крещения. Никак. Крестить, да и все у нас. Крестить, значит, 9-го будет, кажется, 7-го июля или 9-го. На июля крещение в озере. Владимир Пащенко. Мир вам, Игнат Тихонович. Вчера на занятиях по скайпу я привел пример, как брат Андрей Смирнягин проводил огласительные беседы с людьми, которые пришли на крещение младенца. И он их спросил, верят ли они в вечную жизнь. На что в ответ было молчание. Вот даю ссылку на этот ролик. Смотреть надо с 22-й минуты. Ну, дальше. Евгений Трабко. Благодарю за наставление, Игнат Тихонович. Вчера как раз занятие было. Я говорю, у тебя мягкий такой интеллигентный характер. Он спрашивает, как там общину образовывать. И он, смотри, как начал. С мягким характером буду бороться. Беспощадностью к самому себе. Вот так, евреи. Из Израиля, из Иерусалима. Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Откровение 3 глава 15-16 стих. Мягкий характер ведёт к боязливости и малодушию. Абсолютно правильно. Евгений Трабко. А он же? Откровение 21-8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горячим огнём и серою. Мягкий характер души всегда боязливый. Вот это вот интеллигентно. А то сказал, вот Серёжа сейчас как обращается с Василием. А то говорит, да ты возьми, поживи с таким. Чего вы судите со стороны-то? Боязливый же верует до времени, потом отпадает. Ненадёжный человек, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. От Матфея 13-21. Евтушенко Сергей. Святой Прокол был учеником святого Яна Златоуста. И сподобился видеть, как святой апостол Павел в дивном видении тайно беседовал на ухо со святым Яном. Он был у него секретарём, а потом после него стал патриархом. Один константинопольский вельможа был оклевитан своими завистниками, пред императором Аркадием. Изнан из-за отца и лишён своего высокого сана. Аркадий-то подкаблучщик был ужасный. И жена его Евдоксия, дочь языческого жреца, за него замуж вышла. И она свергла Иоанна Златоуста. Желая обратиться за помощью к святому Яну, он заочно просил позволить прийти к нему ночью, так как боялся идти днём, чтобы не увидал его кто-нибудь из врагов и не оклеветал бы ещё более перед царём. Тогда святой Иоанн, призвав служившего при нём прокла, мужа благочестивого и сиявшего всякими добродетелями, велел ему напомнить ночью о вельможи и привезти его. В том и состояло служение прокла у Златоуста, что он докладывал патриарху о приходящих и вводил их к нему. Когда настала ночь, вельможи пришёл к патриарху, чтобы побеседовать с ним и подробно рассказать ему о своём злоключении. И вот прокол, вставший с постели, подошёл к дверям спальни патриарха и через дверную щель увидел, что Иоанн сидит и пишет. А святой апостол Павел приник к нему за спиной и, нагнувшись к его правому уху, беседует с ним. Видом, апостол похож был на святого пророка Елисея, с головою лишённый волос на передней части и большую широкую бородою. О чём они беседовали, через двери расслышать было нельзя. Отошедший от дверей, прокол сказал пришедшему, «Не огорчайся, потерпи немного. Некто другой прежде тебя вошёл к патриарху, и потому, пока он не уйдёт, я не могу тебя везти туда». Ну он не знал, что Павел или кто там, а то потом он узнал. На самом же деле прокол находился в страхе, не догадываясь, кто пришёл к патриарху. Помимо прокола никто не мог проникнуть в патриарху, а о том, что это явление апостола Павла, он не знал. Долго сидел он вельможа и, наконец, опять стал просить прокола доложить о нём патриарху. «Ты сам видишь», — отвечал прокол, — «сколько времени я ожидаю, пока не выйдет беседующий с патриархом. Впрочем, я всё-таки пойду, посмотрю щель, не перестали ли они беседовать». Прокол пошёл и увидел, что беседа всё ещё продолжается. Он возвратился и сел. Потом он подходил к двери в третий раз и видел то же самое. «Тебе нужно было, отче, никого не пускать раньше меня», — сказал тот сановник. «Ведь ты знал, что я нахожусь в великой беде и со дня на день ожидаю себе смерти». «Поверь мне, брат», — отвечал ему прокол, — «что я не вводил его и не знаю даже, кто он такой, и что нет здесь другого входа, которым кто-нибудь мог бы войти кроме этого. Однако подожди ещё немного». Но в это время послушались удары к утрене, и прокол сказал пришедшему. «Теперь, ступаясь миром, с этой минуты патриарх не беседует уже ни с кем и ни о чём посторонним во время, назначенных для ночной молитвы. Не думает, но до рассвета остаётся один, всем умом углубившись в молитву и беседуя с одним только Богом. «Приходи же в следующую ночь, и я во что бы то ни было веду тебя прежде всех». Вельможа поднялся с места и печально, со слезами на глазах, пошёл домой. «На следующую ночь он опять пришёл к патриаршу в дом. Прокол опять, как и прежде, вставший, пошёл докладывать о нём. И опять увидел апостола, говорящего что-то на ухо святому Яну. И воротился, не смея прерывать их беседы. И опять вельможа, когда ударили к утреням, пошёл со скорби домой ни с чем». Со своей стороны Прокол весьма удивлялся и недоумевал, «Кто же именно приходит к патриарху и когда к нему проникает?» И вот он дал себе зарок – не есть, не пить, не спать, не отходить от дверей патриарха до тех пор, пока не удастся ему провести к Яну злосчастного вельможа и разузнать, кто это неизвестно каким образом входит в патриарху. В ночь вельможа явился по обычаю. Прокол уверен, что у патриарха никого нет, сказал ему, «Ради тебя, господин мой и брат, я совсем не отключался с этого места, и теперь пойду и доложу о тебе патриарху». И тотчас пошёл, и подошедший к двери, и на этот раз увидел апостола, говорящего на ухо патриарху. Тогда Прокол, возвратившись, сказал пришедшему, «Ступай домой, брат мой, и моли Бога помочь тебе, ибо, как вижу я, тот, кто беседовал с патриархом, посылается к нему от Бога и входит невидимо. Через эти же двери, кроме патриарха, не входил никто». Вельможа ушёл в слезах и совершенно отчаявшись в помощи от святого Яна. Но когда настало утро, Ян сам вспомнил, наконец, о нём, и, позвав Прокола, спросил, «Не приходил ли тот человек, которого я приказывал тебе везти ко мне?» «Да, отчев», — отвечал Прокол. «Он действительно вот уже третью ночь приходил сюда, но ты беседовал с кем-то другим один на один, и потом...» «Евтушенко Сергей, с кем я беседовал?» — возразил Ян. «В эту ночь у меня никого не было». Тогда Прокол описал и вид виденного им у патриарха. И то, как неизвестный, нагнувшись сзади к Яну, говорил с ним, шепча что-то ему на ухо. Потом Прокол взглянул случайно на икону святого апостола Павла, которая была у Яна в келье на стене, и вдруг воскликнул, «Вот тот самый, кого я видел, отче, говоривший с тобою, это его истинное изображение». Таким образом, оба, Иоанн и Прокол, узнали, что к первому являлся апостол Павел, и оба возблагодарили Бога. Один за то, что он в своих писаниях был тайно вдохновляем апостолом, а другой за то, что сего апостола Павла, небесного жителя, он сподобился видеть. После того Иоанн оказал нужную помощь гонимому вельможе, а святой Прокол, руководимый своим святым учителем и духовным отцом, святым Иоанном, преуспевал в добродетели и совершенствовался в богоугодной жизни. Он решил тогда, Златоуст, только толкованием апостола Павла заниматься. А раз Павел здесь, он объясняет ему свои послания, отложил все труды, только на одного стремился успеть. Борис Попов Игнат Тихонович, добрый день. Меня зовут Борис. Я из города Сыктывкар. Нашел вас в Ютубе в связи с поиском информации, обличающей неверность в Баптистской Церкви. Я не крещен, верю в Бога, но в истинности своей веры сомневаюсь. Значит, не верю. Хотел бы уточнить у вас информацию об оглашенных. Может, вы подскажете, как им стать? Подойти к священнику? Записаться в группу для оглашенных? Насколько я читал в интернете статьи «Путь от оглашенного до человека, который принимает крещение, занимает годы». Хотел бы проверить себя ничтожного, обрести веру через этот путь. Надеюсь на ваш ответ. Спасибо. Игнатий Лапкин Здесь вы найдете все по этой теме. Только будьте послушны голосу Божию, Его Святому Слову. Сегодня ночью он пришел, вот это, юноша, ну, такое дело. Сейчас я покажу наши ресурсы, давно не показывал. Вот что-то зашла Галина. Ну, наш человек, думаю, может сходу открыть. Что она пишет? Способности улучшить изображение у меня нет. Если у вас есть знакомые, которым помогут, буду благодарна. Это только венчание. Еще будет видео поздравительной части. А-а-а. О чем речь? Это она, видно, венчании у ней было. Ну-ка посмотрим, давай, что она тут подкинула мне. Какая-то благочестивая. А там кто видел сбоку стоит? Надежда, наверное. Вот это дальше. Вон там кто это. Это по Хрису ходит. Читали. И господин нашим пресеченшим Господи помолимся. Господи помилуй. И державе нашей российской, и православных людей, и обучечестве в растении стучи, и о спасении, и Господу помолимся. И это обучение соединив при тех родов и Александра и Гавлину, сохранив их в вере, и в тени на выске, и в отеле предназначение слава, честь и поклонение от столь, и цели, и святого, другого не призна. И в обеде веку. Аминь. Ну, это я не видал. Это давно уже, в 91-м году, наверное, было. Надо узнать. Это в Потеряевке идет. А я на Белоревине там был, я им отдал свою комнату, здесь дома, они там у меня жили. Она в 2001-м году принимала крещение, Галина Загуляева, я видел. Ну, да. Вместе с Светлюбой Минаевой. Вот так. Мы видели. Ну, вот где-то, вот уже она крещение приняла. 15 июля 2001-го год. Александр Загуляев и Галина Можина. Поселок Потеряевка, Мамонтовский район, Алтайский край. Ну, вот и все. Видишь, это она выставила. Ну, это неплохо. Ну, так я сейчас это скачаю себе. Вот, 380. Вот она сейчас пойдет. Вот здесь вот зелененькая пойдет. Наша свадьба. Венчаяния, наша свадьба, наша. Буковку одну не нашли. Ну, что, все. Это тогда я покажу, какие у нас ресурсы. Это в моем мире. Мой мир. Ну, мой мир тут понятно. Это самая любимая моя, не считая Ютуба. Она просила улучшить. Ну, улучшить, я поговорю с кем-то. Я дам. Когда поставлю, закачаю. Я обращусь. Вот Новиков у меня занимается. Сергей Александрович. Вот такое дело. Ну, мне надо его поставить, а потом скинуть. Сначала его предупредить, чтобы он смотрел. Ну, это вот, что уже сюда перетащили. Тут по... Почта легко работает. Ну, мой мир. Ну, это вообще... Ну, легко-легко докажу, что лучшей системы вообще нету. Вот здесь я... Вот здесь я... Которые за... За утро, за ночь-то я закачал сюда. Ну, и вот сколько тут посчитать надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, наверное. Одиннадцать. Ну, роликов сюда добавил. Одиннадцать писем. Правильно, одиннадцать. Ну, еще днем, может быть, поставлю где-то. Старые ролики находят. Вот так. Все схлынуло. Двести девяносто, что ли, осталось только посетителей на наш форум. Вот он, форум. А до этого-то, смотри, было прямо пятьсот. Все. Еще-то где-то как-то кто-то приходил. Ну, и вот наш православный видеоканал. Прибавляется тут просмотров. Сколько подписчиков. Уже пятнадцать и триста семьдесят шесть, наверное. Это вот Василий под замками. Это значит, я их закачиваю сам. Ко мне Сергей показывает. А я их потом скачаю на рабочий стол. А потом ставлю сюда. Вот так. Ну, и вот вопросы и ответы. На нашем православный библейский сайт. А тот, как рыбу ловит, никогда не видал такого, как ловят рыбу. Это вообще что-то невиданное, невидимое. Ну, вот она. Гляди, как они ее берут. Тянут сеть. Посмотри, что. Вот она. Ладно, видно, нет? Это рыба. Выскай, какая-то такая большая рыба. Это они ее тянут сеть. Сюда тянут. Я сейчас перекидывать буду. Посмотри. И дальше еще. Какое богатство у Бога. Это вообще даже страшно сказать. Ну, это еще-то... Просто прыжком на корабле тоже кидает и кидает. И вот. Супляет и все. Она безразумевает. И через верх она дальше падает. Вот там у них дальше. А там дальше идет. Подряд идет. Это столько рыбы там. Не оборачивается даже. И рыба летит, там падает. А рыба здоровая. Уберет. Вот так. Это вообще... Никогда не было такое. А вот она же в сеть ее идет. Тянут. И вот они тянут. Сеть уже подтянули. А рыба тут. Ребятишки сидят, смотрят, какая же скайка идет по ногам. Та мил, а? Вот и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот там... Вылазь, она, как вам не падает. Вылазь. Нам бы такую рыбу-то. Это очень удивительно. Ну, просто показал так. Это вообще удивительно. Ну, и теперь несколько вопросов. Сейчас посмотрим. У меня здесь тема такая. Грех. Папка. Грех. Я из этой папочки выбираю по одному вопросу. А хорошо бы все три сегодня разрешить. Я бы новую папку составил. Давай. Вопрос 1079. Третий том. Открытым оком. Открытым оком. Любопрение. Что это такое? Это мне вопрос задают в университетах, где я вел занятия. Ответ. Филиппийцам 1 глава 15-16 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думаю увеличить чажесть уст моих. Филиппийцам 2-3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному дырю почитайте один другого высшим себя. Любопрение означает любовь к спорам. Согласно Слову Божию, если двое спорят между собой, а один из них отстаивает истину, то он не спорит, а свидетельствует. Спорит незнающий. Марка 9-16. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Книжники с апостолами спорят, но не апостолы с ними. Иоанна 6-52. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Деяние 23-9. Сделался большой крик, и встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Деяние 28-29. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споряя между собою. Вот так. Споры не нужны, и в спорах истина не рождается. 1 Тимофея 6-5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Вот так. Атитут 3 глава 9 стих. Глупость же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся. Ибо они бесполезны и суетны. Вот здесь вот у меня роликов, где это не один, не два, 10 тысяч 140 роликов. И везде, вот сегодня зашли, я сейчас не знаю сколько, но 24 что ли только отзыва было где-то. Из них, может, два положительные. Не положительные, а так, нейтральные. А другие все там ругательные, поносительные. Я никому не отвечаю. Никогда. Отвечаю только, когда бывает спросит. Явно, что нужно, как выписать книги там или потеряевки там, что-то такое. А остальное меня это не касается. Другой прямо вот хватает. А вот так, а вот что думал, щитиды. Он поносит, думает, я сейчас, ну, дескать, бросься вниз, ангелу понесу тебя. Зачем мне нужно? Зато он говорит, я стою на берегу спокойствия, вы тонете-то. Поэтому я зачем туда полезу-то? Такие люди очень ограничены в знаниях и переполнены самомнением. Абсолютно точно. Это я отвечаю так. О чем бы ни заговорил, они все знают. Но никогда ни в одном деле их не найдешь. Даже в том, который оспаривает. Они просто теоризируют, как наш дьякон. Ну, наш дьякон потеряевки. Но не проповедуют, не занимаются с людьми, избегают тех, кто знает священное писание. Очень сильны в сборе криминала и на подсматривание. А сами гниют и гниют на своих дрожжах. Так был он такой, такой и остался. Ни одного отдельного совета, даже житейского. Только того, которому можно было применить, использовать для дела, они дать не могут. И кто бы ни появился, кто-то против, они сразу мгновенно с ними соединяются. И кто-то из дома вылезет, все везде. И помощь какую-то окажет. И дальше начинают где-то выпивать там вместе. И натравливают против. А мне это все было известно. Тут была у нас сестра, она видела это в видении, было показано. Как он впереди в процессе идет, они пришли меня распинать, большой крест не свит. Но крест установили, а никого нет. А Бог их развеял, никого нет. Он один сейчас торчит. Притча 18 глава 2 стих. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Но знания нет, а что он указывает? Он глупости выказывает. Сирахов 8.4. Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его. Дров подкладывай, это значит, что-то говорите, спорите. Сирахов 11 глава 9 стих. Не спорь о деле для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников. Любопрительных людей интересует не истина. Она им совсем не нужна. А собственное их мнение, которое никто, кроме его жены, не поддерживает. Так это еще жена поддержит, это вообще-то здорово. А то и этого даже нету. Вот так. Еще один вопросик возьмем. Вопрос 1167. Третий том, открытым оком. Почему цыгане негодные люди? Ответ. Не потому, что они цыгане, а потому, что они по своим цыганским законам возвели в святость безделье, воровство, ворожбу и прочие греховные ремесла. Интересно, Гитлер поставил задачу и всех истреблял, как евреев, одинаково. Почему, а зачем? Паразиты, они не работают. Они потребляют, только развращают людей. Цыгане прям танком едут, там где-то у них, раздавил их и все. Автор большой статьи о цыганах в «Огоньке» писала, кавычки открытые. Когда я была маленькой и видела цыган, то мне всегда казалось, что это черти вырвались из преисподней. Кавычки закрыты. Да. Целая нация живет паразитически, не учится, ничего не созидает. И они, когда приходят в церковь, то или снимать заклятие, наложенное ими друг на друга, или что-нибудь своровать. Абсолютно нечеловеческое поведение. Их происхождение относят то к Индии, то к Венгрии, то к другим странам. Я никогда не встречал верующих цыган по-настоящему, по Евангелию. Видел цыганов сектантов, и мне их похвалили, охарактеризовав так. Он у нас в оркестре барабанщиком, и это вся характеристика. Про нее. Она работает в ресторане и очень хорошо готовит обеды. И это все. Приходилось даже разоблачать цыгана-лжесвященника. Я никогда не видел у них одухотворенных лиц. У меня в лагере были два цыганских ребенка, Коля и Оля. И мы ничего не могли с ними сделать. Они воровали день и ночь, проходя просто так, походя, и прятали ворованное даже в крысинные норы. Зачем ты своровал? Сестренки! За сестренки. А Наташа была здесь, ну, воспитательница, и с ней своровка эта цыганка в одной. Их деньги считала, когда рассчитываться надо, клала. А говорит, а почему ты у меня не своровала? Так я видел, что каждый день пересчитываешь. Но зато они никогда не болели. Вот так. Наши кашлят или что-то, ребятишки, никогда не болеют. Я помню, когда градус 1 раз 40, мороз был. А какой пол-то? Метлакская клитка в вокзале-то. Босиком бегают, друг за другом-то, да вырваются еще на улицу. Совершенно босиком. Не швыркают ничего. А это, скажи, только дунул чуть-чуть ветерок, и все, пропало. О, это что-то новое. А что это такое? Откуда это взялось? Это даже интересно. Это что я? Что тут? Нужное оставить. Это не сюда, это не туда попало. Она потеряна мной была, видишь, куда залетела. Так, сколько? 32 минуты. Ну, как раз на сегодня этого хватит. Сейчас мы будем другим делом заниматься. Буду спускать голубей. Ну, и слушатель благодарный, Надежда Васильевна.